Первый матч, который посмотрим такой тоже разогревочный, традиционно Фокус против Лалайта, а потом будет Хэппи против Лина Вот этот матч вчера Лин 120-го уничтожил И сегодня будет с Императором играть Посмотрим Смерш спрашивает, Хэлл в ближайших планах есть? Нет, нет Хэлла нет, Гиппогриф, Фальк, Элементарист, Хаати, Эспио, Макс, 76, здравствуйте Любители Варкрафта, стримов Так, надо чатик перенести, давайте я чатик вот сюда вот поставлю Нормально он там себя чувствует? Сверху чуть подрежу и все Да, на инвентаре как раз чатик Куда же тебя поставить-то? Куда поставить? Дост Давайте на героя поставим, не, на героя вообще портит Давайте на инвентарь все-таки поставим, тем более инвентарь дублируется Погнали Кипер оф дегроу Козлик за Ла Лайта Закрипел он, соответственно, блин, надо потише сделать, комментатор Возможно переключусь, кстати, на китайских коллег Ооо, добивает Бору Видите, не, это самое, не позволил козлу второй уровень получить Козел даже отчаянно попытался Гранта прикопать Но, ооо, Доди До, здравствуй Не знаю, где ты там во мне любителя Варрика увидел, говорит Фалька А то любители PUBG вчера видел трансляцию с Соколом Мы отлично еще побегли Такие были вообще катки крутые Ууу, прям классно Даже топчик был Была и прохлада, и руина Блин, там так Сокол Ладно, не буду Не буду рассказывать Но классно посидели вчера Так, ну что, Ла Лайт у нас играет с одной базы Через Кипера, через Кота даже То есть это говорит скорее о том, что будет он А что он, кстати, будет? Нет, Экспанд, Экспанд Смотрите-ка, Экспандерс все-таки Выращивает у себя на первых нейтралах справа И при этом у него разведки нет Он не контролирует нормально карту И пропускает Блэйдмастера сразу к Экспу Он может проверить нейтралов Он может сходить вниз Он может увидеть, где находится Козлик без персоналки Короче, минус Эксп Ну, ну, бас просто Ну, ну, как так можно? Вот ты же за Эльфу поиграешь У тебя один Висп на разведке Какого лешего? Все, отмена Экспа Ё-моё, и второй уровень Я не диспелю Виспов Ну, пух Лолита, ну ты чего? Ну ты же... Стыдно просто за Эльфа не делать разведку Стыдно не покупать персоналку Стыдно не диспелить Виспов Просто куча мелких ошибок на ровном месте Которые привели к тому, что... Ну, если бы он увидел, что Блейд бежит направо Если бы он там в центре на таверне повесил Виспа Или на натурале повесил бы Виспа Он бы мог успеть вернуться просто Там козлом Там через одну-две прикопки Как-то помешать Блейдмастеру отменять базу Но отмененная нычка Это всегда трагедия для Эльфа Особенно когда он строит свою стратегию На этом самом экспанде Протектор пытается на халявку Лолита там построить Под боком Да, просто отвлекать будет О, Стэнбай, здравствуй Алекс Легионер, всем здрасте Я нынче по Таркову, говорит Фалька Алхимик вторым стандартная вещь Так же, как СХ вторым у фокуса И можно, конечно, из такой ситуации отыгрывать Ну, чтобы вы понимали Полторы минуты Полторы минуты Он где-то потерял на этой отмене Ну, сейчас подожми Вот, заставит орка вернуться Заставит его на базе посидеть Вот, протектор выкопался От этого будет сложновато Орку избавляться Ну, то есть он снимет эту осаду Но потребуется какое-то количество времени Довольно агрессивно начинает сверху Зеленую точку крепить Протектор хорошо подкопался Обратите внимание Ой, точку успел забрать Ла-Ла-Лайт Но вот это уже нормально То есть протектор Так просто, ты его не уберешь отсюда И по-хорошему, конечно, фокус должен был Тремя грантами делать разведку Чтобы просто не дать на халяву Протектору построиться Сейчас он должен будет Каким-то образом Собираться и отковыриваться от этого Ну, а эльф не делает Ставку только на этой атаке Он параллельно ставит базу, соответственно Ой, Шедохантер вылез Не то чтобы вперед, но подставился неплохо Прикопка Ой, там еще Ой, это минусы хаут Он зашел просто Что? Да Да, из-за стыла Это доу-ю Надо на доу-ю идти О, стрих Эму Здрасте Ну, короче, все косячат Все косячат Кипр получает третий Подрезает рейдера Сейчас можно еще на развороте Гранта подрезать Алтарь подставляется Из-за того, что Протектор все это время по нему стрелял Да, да, да Ну, это ошибка Повторюсь, надо было протектор проверять Это стандартная тема, что эльфы пытаются нахалявить Ну, козел, козел Ну, пожалуйста, аккуратнее, аккуратнее Коты, аккуратнее Красные коты Телепорт Правильный размен Да, ему большего и не нужно Видите, сразу он оказывается на экспанте Сейчас лорница одна А, нет, второй барак, извините Какая лорница, что я несу? Второй офф пошел, конечно же Все, и теперь знает лолайт, что у него есть время Пока он всю армию фактически благодаря протектору видит То есть он спокойно защищает эксп Спокойно лечится Возвращается там на базу, закупает что-нибудь И все И отыгрывает, считайте, стандарт Можно сказать, то время И опыт, который он приобрел, так скажем, во время такого подпуша Он полностью компенсировал отмененную базу Может даже и больше Так, совы пошли Алхимик Почему-то коты с алхимиком не вернулись Хотя Мунвелла есть Можно было подлечить хотя бы героя своего второго Не знаю Он взял хил к себе Кот там выскакивает из хила Один из котов Кипер просто Сконтролит, чтобы Блэйдмастер не отменил С прикапывающейся Да, неплохо Привет, Славка Когти плюс 9 В скобочках плюс 8 Виспы штампуются Грейды делаются У эльфа все очень-очень неплохо Еще бы свиток приобрести В магазине О, какая просветка Ничего по себе А как он узнал-то А была бы просветка Отсюда бы Блэйд не ушел Именно поэтому он просветку и купил себе Ох Персоналка Да Кота не потеряй Светок возьмет Да, надо сейчас котов отправлять лечиться А самому Даже не знаю Штамповаться просто с двух бараков Вовремя и все А, базу собираются ставить Фокус Второе лечение работает Ману регенит надо алхимика Он это и делает, в общем-то Хорошее лечение залетает в котов Видите как Все И дальше Дальше нужно смотреть Эльфу Когда пушит Когда выходить из лимита Когда пушит вражескую базу У него есть окно в полторы-две минуты Пока там нычка это строится Уже берет с собой виспов Он должен тогда выходить из лимита Странно, что он делает Мануэлл под 70 И при этом не достраивает Народ на 50 плюс Большая бутылка маны Перебивает регенерацию козел Кодой Прикапывается тут же диспл на кодое Виспы идут диспелить спиритволкеров Чтобы не было диспла Чтобы не было лечения Поменьше вардов Но там по-прежнему большая бутылка маны Хорошо химик закидывает Лечит козла Лечит котов Очень хорошо разменивается здесь лалай Свиток лечения, чтобы кота спасти Остальных подлечить Прикопка на Блэйдмастера Лечение второе на него Блэйдаун заставляет отступить Ненадолго, правда Хорошо разменивается Ну, варды, варды, варды А, еще один свиток лечения у Эльфа, оказывается, есть И Хантреска, видели, как долго стояла там? Ну, здесь вообще изи разменивается Очень хорошо разменивается Отбивается лалай Кодой, да Одна Хантреска, насколько она На двух-трех юнитов Козла берет третий свиток Гранта забыл фокус Гранта кое-как, но окружили все-таки наши коты Ну, это сложно было спасти, да Ой, тут еще Кипер подрезает Минус один Ну, сейчас контратака Плюс 20 лимита на свежеотстроенную базу Лучше тайминга не придумать Для лалиты Главное кота Катга не отдать У него инвул есть, телепорта нет И свиток лечения Надо лечение сейчас делать под козла Молодец, все Все делает весьма и весьма неплохо Сейчас свиток лечения на козла Найс И инвул сейчас юзаем Главное козла еще не потерять Сова Оп Прикапывал Да, ГГ Вообще Грамотная тема была от лалиты Вот от этого товарища У нее тюлень там сзади Где-то лежит беленький Это те самые пять виспов Которые он на лимите 50 Вывел заранее Для того, чтобы отбиться от атаки От атаки И даже Несмотря на то, что у Сахи была большая бутылка маны Сражение было в плюс Ла Лайт Хороший, начало Вива Би, привет, стричок А, там Б5 Смерш говорит слева А что-то написано Хорд Роб говорит, привет Немного небрежно выглядит игра обоих, нет? Есть немножко, да? Есть немножко Сейчас, может, подразыграются Привет, Джиграноут Привет, записях Балдерсов Догоняю на ютубе Как хорошо, что Томат точно не удержался бы от советов Ха Я бы тоже не удержался О, видите, ударил Ударил Мэйн свой пион I heard if I come to Rara Land We can play a little 1v1 Little side event for the folks there That's what Roddy is saying in the chat Yeah, hell yeah, why not? To be honest, I'm a bit more on the rusty side But I'm sure it's going to be more than enough for you, Roddy So, wait, are you guaranteed to be coming? That would be cool Todd's also going to be coming It's going to be Big festivities Переходим к карте Tartal Rock Тут меняется первый герой эльфа Весьма ожидаемо Там, кажется, какой-то LAN-турнир у них в Германии намечается Что за Rara Land Билеты Продают Выкупил Вене с благородством По предметам все хорошо И у того и другого Блэйд продал телепорт, а не предмет, который он выбил Отступает Тут можно поперебивать Было Лечение через Бёрн Но Блэйдмастер очень хорошо держал дистанцию Не позволял вообще подойти К Вирту, здравствуй Я не знаю, что там Дэн-74 Я не открываю ссылки во время игры, чтобы не отвлекаться О, по-моему, Экслорд Вы будете пытаться квалифицировать и что-то для Rara Land? Ммм, Экслорд Возможно будет принимать участие в квалификации Дима вообще бесстрашный какой-то Подходит, начинает бить Алтарь Вынужден А, Экслорд говорит, что с Warcraft 3 покончено Ха Когда патчи для андэдов были Он что-то Довольно активно себя вел Но сейчас не сказать, что, конечно, андэды сильно обделены Потому что все еще Ха-пачи 120 находится там в топ-3 условно лучших игроков Просветка пошла Зачем такая просветка ранее для Блэйдмастера, интересно Ну, по артефактов там охотятся Застроечки похожи на талонов Кольцо плюс четыре Не на то рассчитывал Блэйд Персоналка есть Ну, пока ровненько Другая стратегия будет у Эльфа Как мы увидели с вами Здравствуй, Воскрей Сегодня два полуфинальных матча Best of Five И потом еще игры будут на протяжении там недели До конца идти У них сетка уже Там есть первые лозера Первые полуфиналисты Ключевой матч на сегодня Это, конечно, Лин против Хэппи Печатки скорости Бестмастер вторым Дима сейчас персоналка должен делать Лечиться и вместе с Бестом Идти пытаться опять на базе У Эльфа В смысле Уорка Отменять какие-то здания Ай-яй-яй, Блэйд заскочил Не, не заскочил Он мог туда забежать Но Берс персоналки, видимо, решил Где вообще диспл, виспов Не такая реакция медленная Три удара сделал Блэйдмастер Три удара Это стандартная реакция Эльфа должна быть То есть два удара Виндвок-удар До того, как Агилу Не это самое Не убрали у Блэйдмастера И он берет еще Венец благородства Там хватает Двух ударов На это очень сложно среагировать Но на три удара Среагировать гораздо проще У тебя там в два раза больше Свободного времени Получается Вы понимаете, да, почему не В два раза, а не на треть Из-за того, что ты первый удар Гарантированно пропускаешь Из-за того, что он в Виндвоке проходит И у тебя либо следующий идет удар Либо два удара Соответственно Временная реакция у тебя в два раза больше Элементарист говорит Раньше считал, что перчатки скорости топ-айтом По факту шляпа Да, там есть особенность работы Скорость атаки Увеличивается только базовая скорость атаки А не общая скорость атаки То есть перчатки не по факту При это самое Прибавляют 15% А меньше Проверяли, сравнивали Не так давно Даже когти плюс 5 Не плюс 6 Лучше, чем перчатки скорости 15% Ну не говоря уже там О бонусах когтей Что они работают с первого удара А перчатки нужно как минимум два удара Чтобы показать свою эффективность Первые эталоны выходят Ну тут все вообще по стандарту идет Фейрифайер ручками навешан был на Блэдмастера Шаду Хантер тоже крепится У Эльфа Т3, Орг Т2 Все ровненько По традиции после Варкрафта Тхл3 Да не, Тхл3 очень сырой Вообще очень сырой У меня было две попытки за последний месяц В Тхл поиграть И оба раза Мордор запорол мне эти попытки Нет, фуфашечки сегодня скорее всего не будет Ну посмотрим, что по времени останется Но ориентировочно где-то в 5-6 часов я уже все Я ливаю Сегодня Виктор Фибоначчи приезжает Это большое дело Агила Димки выпадает Хороший артефакт, очень Не, Балдор не пройден еще Но мы где-то уже близко ко второму акту, насколько я понимаю Ну хоть здесь задиспелил Виспа Вот еще Висп такой стоит Я думаю, ничего в себе Он отменил базу Отступил Висп самостоятельно от удара Думаю, ну неужели и в этой ситуации Он поленится задиспелить Виспа на Блэйдмастере Там же и минус маны И не дает опыт врагу Большая бутылка Лучший артефакт вообще Под такую стратегию Разведка вообще идеальна Обратили внимание, как Блэйд Сделал разведку, отменил строящуюся эльфийскую базу И как эльф в ответ Пришел во время строительства гвардовской вышки на Экспанде Это в том числе подстройка под игроков То есть они уже не первый раз знают эти тайминги Но тебе все равно нужно делать разведку Для того, чтобы убедиться в том, что все идет по плану Но вышка доделается И с этой вышкой крайне сложно что-то делать Сделать А вот Блэйд с таким количеством здоровья Он может и не помо... Успеет? Да ладно, успеет Прям фокусит, смотрите, вышку Потому что потом ее... Ой, буквально несколько секунд Сейчас продавить можно просто этого орка Оооо Ну и нычку отменить Надо параллельно свою ставить А, он уже идет параллельно свою ставить Ай, молодец Минус Блэйд! Минус Блэйд! Справа, нет Просветка разводной инвул Блэйд! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-лю-да-да-да-да-да-да-да Это разводной инвул как минимум Инвул... Всё, хорошо Минус... Минус инвулчик И сейчас вот этого Блэйда... Да, он свитком лечится Не-не-не-не-нет Факторочка пытается подкайтить Тут надо выигрывать как можно больше времени талонами, потому что, ну, циклонить, отступать, пока основная группа наносит, там, с арбой, с амонами урон основной. И грамотно уходит талонами от вардов, обратите внимание. Ну, сахиманы нет, я не знаю, как здесь будет вообще фокус. Он не может нормально сражаться. Ой, грамотно талончиками вообще ходит. Вот худшее, что можно сделать, это талонами не отступать от вышек, потому что они им, их и убить не могут никак, из-за того, что, ну, другой, они не стреляют, там, с полом юн получается. И урона получают много. Все, он и фокусит эти варды. Ой, это минус блейд, кстати. Это 2-0. А тут не уйти уже никак. До свидания. Минус блейд. Но, знаете, насколько, насколько ситуация была бы другая, если бы вышка-то достроилась. Лалай такой довольный. Прям поулыбался, да. Ля-халявщик, а. Не, не халявщик, грамотная разведка и четкий тайминг. Красава. Просто четенько все сделано. Не, ну это, да. Вот тут уже четкая разведка и правильный тайминг. Гамовер, здравствуй. Такое впечатление, что Лайд был удивлен такой быстрой каткой. Достроенная вышка, она где-то раз в шесть плотнее, чем недостроенная в конкретной этой ситуации. Чеширский кот говорит, добрый день, здрасте, подскажите, какие планы по Рагнарёку? По Рагнарёку? А, Рагнарёку тому. Ну, Ильдар, короче, уехал, оставил у меня консоль. Она пролежала полторы недели у меня, пока его не было. И я не нашел возможности, чтобы поиграть. Ну, потому что Балдрусгейт, потому что там турнир был по Варику. Короче, сейчас непонятно, когда годов у Рагнарёк будет. Жёлудь говорит, неужели Варик, спасибо. Ну, тут турнир, четыре с половиной тысячи призовой, весь топ играет, плей-офф начался вчера. Черт, в финальный матч Хэппи против Муна играл, я одну карту только смотрел, но особо не сомневался, что Хаппач Муна ушатает. В серии там шансов очень мало, там Муна за последние 20 серий то ли одну взял, то ли две. То есть там стата вообще никакая. Вот, а полуфинал Лин Хэппи, особенно после того, как Лин вчера 120-го убил, он не лишён интриги, поэтому вплоть и Каха есть? Нет, кажется, нет. Кажется, нет. Там Colorful, Романтики вроде как, ну, 120-й соответственно, Moon. Ну, Каха я не помню. Если честно, я групповую стадию не смотрел. То есть я допускаю, что Каха просто не вышел из групповой. Конкуренция высокая. Хотя он сейчас, наверное, топ-5 игрок в мире. Надо глянуть. Там в группах, может быть, могла быть какая-то жесть. Либо по расам, либо по игрокам. То есть ты получишь в группе, там, не знаю, какой-нибудь 120-го и Хэппи. И будь то даже там топ-3, ты из этой группы не выйдешь. Или топ-5, ты будешь топ-4. Ну, можешь не выйти. Надо посмотреть там, где он был, кому он проиграл. Стартуем потихоньку. Стик говорит, Фокус молодец, не тратит время зрителей понапрасну перед главным матчем вечера. Ага. Артефакту получше всего эльфа. Хорошая елка. Видите, там, где висп крутится. Он два прохода контролит слева от магазина и сам магазин непосредственно. И до него не добраться. В него может тролль кинуть сетку. Видите, вышел, посмотрел, убедился. Козлик второй, тоже артефакт, отлично ему выпадает. Возвращает барак. Тоже через один барак экспант Т2. И второй барак будет играть. Оба крепятся. Любопытно, где будет эльф ставить экспант. То есть у него выбора-то особо нет. То есть ставить, не ставить, надо ставить. И вопрос, где я. То есть орк его в любом случае будет искать. А это больше висп похож на протектор на самом деле. Чем на виспа. О, козлик через персоналку вернулся. На зеленую точку, видимо, чтобы здесь третий взять. Он выскочит? Не выскочит. Красивое место. Просветка есть, минус арча. Энтов только жалко, они застряли. Они могли просто зеленую точку еще. Если бы он елку убрал, одну, она не настолько критичная. Он мог бы получить третий, прям там. Пошли стратегии. Да, 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 это протектор в лесу. И сейчас проверяй, не проверяй, ты все равно этот протектор отменить не можешь, потому что его может атаковать максимум один юнит. Если этот юнит грант, то он не справится. Если юнит блейд, он справится, конечно, но уже поздновато. Справляться? Чуть-чуть не хватает козлика для третьего. Ну, да, темы такие вообще классные. Хрен, что ты сделаешь, абузер, чертов. Ну и что, и ты пришел. А он даже пройти туда не может. Точно. То есть, прикиньте, этот протектор вы не можете никак, никак, кроме завода пиона с персональным телепортом куда-то и ставить нычку параллельно. Капец, эльфы-халявщики. Просто. Ох. Какая все-таки раса, а? Какая раса. Ну, ты реально ничего не можешь с этим сделать? Просто ничего. То есть, хочешь, чтобы протектора там не было? Хрен тебе. Все, понеслась. Подсвечивают коты, протектор работает. Прихопка. Шэдухантер выходит такой, что происходит? Прихопка приходит. Минус грант. Третий из СХ. Вынужден брать хекс, чтобы откинуть. А тут можно через персонал копать. А, нет. Прикопка на гранта. Надо телепортироваться. Ой, чуть не это самое. Это что, не добил гранта своего? И даже при том, что здесь нет армии рядом, ты все равно нормально не можешь этот протектор... Куда ты полез? Жри елку, копайся. Ой, иллюзия, чтобы не успел прикопаться. Он мог еще здесь лучше сделать. Съел бы ближнюю елку, сел сразу, и тогда протектор бы еще тут выиграл где-то полминуты точно времени. Ё-моё. И вот каждый, ну, в какой бы момент времени вы ни взяли варик, да, всегда находятся какие-то, блин, новые фишки, которые изобретают люди. И... То есть все уже вроде как понятно. Вроде как этот протектор надо исследовать. Ты его находишь, отменяешь. Ну, или иногда ошибаешься, не находишь, не отменяешь. Ну, потом бац, и выясняется, что с козлом в определенной точке ты можешь там правильным... Этим правильными энтами освободить нужное количество леса. Висп туда проходит, остальные туда не проходят. И все. Ни грант, ни блейд, ничего сделать не могут с этим протектором. И все. И продолжается опять навязывание игры своей со стороны эльфа с параллельной установкой экспанда заставляет противника взять Хекс. Он же не по своей воле Хекс взял. Но он взял Хекс, потому что, ну, как бы, надо что-то делать. Надо было армию противника убирать. А то там и протектор стоит, и армия. И он понимает, что там еще база строится. Да. Ну, Виверна тактически известная, очень хорошая. МВП Виверна иногда живет просто до конца игры. Там Орк уже проигрывает, а Виверна живет. Такое тоже бывает. То есть, вардов, либо варды, либо хилл. Все, он выбирает варды, и у тебя лечения нет нормального. Орка, я имею в виду. Либо тратить 200 золота на переучивание на определенной стадии сахи, либо вот как-то сейчас компромиссить. Тут почти третий алхимик. База стоит. Виспы на месте. Какая все-таки раса-то? Скилловая эльфа. Прям. Не, ну он молодец. Лолита нашел место. Кто-то скажет, что это абуз. Я скажу, что это использование игровой механики. Все по правилам. Все четенько. Пошел пушек. Да там 3-3, что ты сделаешь. А, там телепорта нет. Там телепорта нет. Можно просто базу убить. What? Где разведка у эльфа? Тоже такой вопрос. Но он... Персоналка... Ай, испугал на телепорт. Ай, молодец. Персоналка и фейканул. Сделал вид, что там телепорт. Но в ворды. Смотрите, уже поставлены ворды. Но они первые. Это не третьи ворды. Это первые ворды. Ля какой-то наглый. На красный пытается поставить. Виверна наносит много урона. Лечение идет. Иллюзии! Виспы нужны срочно. Не только под шаманов и по цеху. Да, виспы нужны. Виспам дорогу. Виспы минус первый код. Ой, не отменил! Не отменил! Нет! Нет! На ресурсы смотри, если ты сомневаешься, кэнсел или не кэнсел. Если там 150 золота, 150 лет, это точно... Точно не успел отменить. Фокус. Беда! Два энта! Наказали бабушку. Это такой минус по деньгам. У-у-у-у-у! Это 3-0. С очень высокой вероятностью. То есть он сейчас должен типа пушить, а он пропушить не может. Виспов опять выводи. С двух бараков арчей штампуй. Диспл хороший, минус всей иллюзии, плюс опыт. Новая иллюзия на последнюю ману. Кот-кот-кот подставляется. Кота-кота-кота-кота-кота-кота-кота-кота-кота-кота-кота-кот. У тебя став же был, ну ё-моё, чё ты став-то не используешь? Без КД стоит став. Всё, пошла нарезочка. Ну, с обоих сторон. Короче, здесь сложновато будет фокус продавить. Да, он подрезал двух юнитов, но... Две нычки-то работают, штамповка идёт. 52 лимит на 44. Надо свиток взять в магазине по дороге и всё. Бедные орки. Да, протектор да, бахать. Или аоф тут бахать под боком. Ну, понимает просто с лалайт, что ему нужно отбиваться на экспанде и параллельно уже думать о том, как мы будем с противником тут сражаться. Бутылку взять. Персоналка просто восстановил. А где бутылка? Бутылку не взял. Свиток не купил. Веспов зато вывел. Молодец. 57 на 47 плюс 10 лимита. Ну, вот посмотришь такую серию, подумаешь, блин, орки вообще бедненькие, несчастные. Ничего сделать не могут. Их там обижают. Пытается сейчас отступить фокус, чтобы подкрепить своего Саху до третьего. Идет такая уже легкая контр-атака через Магаз. Что там? Выпало Сахе. Сказа Бист. Все задиспелится сразу. Ну, все, прийти. А, ты телепорт не купил? Блин, лалайт. У тебя денег в обгон. И ты идешь без телепорта. Ой, сейчас он увидит, что телепорта нет. А, увидел. О, это размен. О, это было. Лалайт. Он проходил мимо магазина, он не купил ни свиток лечения, ни телепорт. На руках у него было, когда он подошел к экспанду, 400 золота. Ну, сейчас он должен реализовывать преимущество. Единственная опция. Ой, Виверна такая. Ой, зря Виверна подлетела. Ой, там минус Виверна. Ой, два залпа, минус. Протектор прикопался. Сзади армия. Протектор пытается выключить. Протектор платит. Ну, грантом он платит за протектор. Ой, хороший блок от кота. От кота. Почти второго гранта забрал. Молодец. Не, у него все равно колоссальное преимущество. Но это не повод отдавать экспант. Вообще не повод отдавать экспант. Зачем? Там протекторы строятся. Главное не подпустить армию. Стоит Лалайт вообще отлично. Все подкрепление. Вот это вот рейдер. Куда он полез? Ой. Четвертый кипер. Не, фокусу тут. Фокусу нужно типа лезть на протекторы. А с чем ты полезешь? Еще один грант. Давай, давай. Все подкрепление сюда веди. Оп. Протекторы достраиваются. Можно было и осетку под хвостом закинуть. Фокусу уже места на себе не находит. На вебке было видно, что он там переминался задом по стулу. Типа, что такое? Да, ГГ. Да какое-то ГГ. Какое-то ГГ. Это эльфийская имба. Несчастная жизнь. Давай позавтракать. Фокус close the camera instantly. Инстантно.